Добрый день, уважаемые коллеги! Наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена второму международному молодежному образовательному форуму САЛЯТ. Разрешите представить наших участников Гэри Фулин, Рустам Маратович, заместитель министра по делам молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан. Генеатолина Светлана Владимировна, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан. Салиманов Джердет Шавкатович, генеральный директор Татарского республиканского молодежного общественного фонда САЛЯТ. Салиманов Тимур Джердетович, исполнительный директор Второго международного молодежного образовательного форума САЛЯТ. Фельдман Анна Николаевна, программный директор Второго международного молодежного образовательного форума САЛЯТ. Рустам Маратович, Вам слово. Здравствуйте, добрый день, уважаемые коллеги! Как мы знаем, по поручению президента нашей республики с 12 по 17 августа на территории Бильярдского государственного историко-археологического государственного музея-заповедника состоится молодежный образовательный форум САЛЯТ, который проводится нашим Республиканским молодежным общественным фондом САЛЯТ при поддержке Министерства по делам молодежи спорта и туризма, Министерства образования и Министерства культуры нашей республики. Конечно же, при помощи Кабинета министров нашей республики. Этот форум мы проводим второй год, до этого он проходил 17 лет как фестиваль, и проходя впервые в качестве форума в прошлом году, его посетил наш президент нашей республики, который дал задание именно в 2013 году провести его уже теперь в том числе как международный и с участием 5 тысяч детей и молодежи, которые будут принимать в нем участие. Это будет традиционно победитель республиканских предметных олимпиад, творческих конкурсов, это 3,5 тысячи человек, активные студенты вузов республики и регионов России, это 1100 человек, это представители национально-культурных автономий Татар 100 человек, республиканские федеральные молодежные общественные организации 200 и зарубежные гости около 50 человек. Этот фестиваль активно проходит при поддержке, конечно же, исполнительного комитета и главы Алексеевского района, потому что он проходит на этой территории. С мая месяца там уже проходит серьезнейшая подготовка, проведено было несколько комитетов, вот мы вчера в 7 месяц еще раз посетили непосредственно эту площадку, около 90% технической части конструкции по этому форуму уже в целом готовы для приема наших детей и молодежи. И я вот посещал две недели назад форум «Селигер» российский, да, вот подобный же форум, значит, на уровне России проходит, там где тоже принимает участие около 5 тысяч молодежи, лучших представителей России, и сравнил, в принципе, эти две площадки, они в чем-то, в принципе, уже похожи. И наш прекраснейший форум «Солят» традиционный уже, в принципе, где-то, наверное, становится похожим на вот эту крупнейшую российскую площадку и, в принципе, наверное, ничем не уступает, а может быть по некоторым аспектам даже где-то, наверное, и интересен. Я поэтому хочу еще раз сказать, наверное, всем огромное спасибо организаторам, особенно Алексеевскому району, общественной организации. Это, в принципе, пример и показатель взаимодействия, наверное, всех органов власти нашей республики, министерств, общественной организации в проведении такого приятного, крупного, хорошего события для молодежи нашей республики. Но я там на этом, наверное, завершу, и передам слово коллегам. Спасибо. Спитлана Владимировна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы навратить особое внимание, что данный форум, он у нас образовательный, и поэтому функция каждой площадки, каждого мастер-класса – это обучить чему-либо ребенку того, кто приедет для участия в этом форуме. Я хотела обратить также особое внимание, что форум – это прежде всего место, место, где встречаются традиции и инновации, это где сохраняются наши татарские народные традиции, и прежде всего, конечно же, это место для общения детей на татарском языке. Дорожий Альбович. 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 форума второго международного молодежного образовательного форума «Солят», поскольку, несмотря на то, что мы на Белярской земле 17-й раз в этом году, форум у нас второй раз проходит, это второй международный образовательный форум «Солят», и для нас, конечно, это была такая большая задача, большой вызов, когда полгода назад мы собрались оргкомитетом форума изначальным и начали планировать проведение форума 2013 года. И тогда уже мы решили, что необходимо формат, связанный с приглашением со всей республики и из большого количества регионов России детей победителей Олимпиад на одну площадку и просто от интересных, важных мероприятий различного толка, как образовательного, так и культурного толка, нам необходимо систематизировать. И поэтому мы провели серию таких выездных образовательных сессий, тренинговых сессий, куда вовлекли в этот процесс подготовки к форуму всех задействованных лиц, которые заинтересованы в том, чтобы форум в этом году прошел максимально интересно. Там были и дети, там были и вожатые, там были и члены оргкомитета, и представители министерств. И фактически тот форум, который нас ждет уже через неделю, остается даже меньше, чем одна неделя, это будет результат коллективной работы по созданию максимально идеальной площадки для всех участников, для того, чтобы на этой площадке три основных генеральных линии были реализованы на 100%. Какие это линии? Первое – это традиции и история в связи с инновациями. То есть традиции и инновации. Потому что мы говорим о том, что любой, кто приезжает на форум, а форум – это территория успеха, это территория формирования успешной личности, он, безусловно, должен знать свою историю и культуру. Но это возможно только в том случае, если этот человек образован, если этот человек владеет всеми современными технологиями. И это будет красной линией проходить через все мероприятия, которые будут там организованы. В частности, мы планируем организовать интернет. У нас в каждом шатре, каждый шатер будет обустроен очень удобными гаджетами для того, чтобы максимально эффективно проводилась полностью вся образовательная программа. Но это будет также выражаться в нестандартных стандартных образовательных технологий, где, безусловно, будет провозглашаться важность истории, важность культуры и традиций, но в интересном новом формате. Это первая линия. Вторая линия, о которой мы говорим, это линия ресурсного общения. Как уже Светлана Владимировна сказала, это образовательный форум. Соответственно, для нас очень важно, что каждый, кто приезжает на форум «Салят», он является носителем своего уникального опыта. И поэтому в рамках образовательной программы, о которой, безусловно, более подробно расскажет Анна Фельман, программный директор нашего форума, предусмотрена возможность для каждого молодого человека поделить уникальным опытом, рассказать о своем интересном проекте, представить его через тренинги, через мастер-классы, через проектные сессии. Соответственно, это вторая линия – ресурсное общение. И третья линия генеральная – это «Салят» как территорию успеха. То есть мы говорим о том, что успешный человек – это не просто профессионал своего дела, который интеллектуален, но это и профессионал своего дела, и человек, который знает свою историю, знает культуру, знает традиции, и человек, который здоровый, человек, который за здоровый образ жизни. И поэтому очень насыщенная у нас программа, спортивная также, на форуме предусмотрена. Говоря о фишках, так называемых, этого года, можно сказать то, что удивит тех людей, которые уже неоднократно были на форуме. Это радиофорума. У нас непосредственно на каждый день проведения форума утром будут будить всех участников форума не просто песни «Салят», которыми, безусловно, пропитаны все мероприятия наши, но это наше радио, которое мы делаем при поддержке «Барс Медиа», «Татар Радиуса». Это ТВ-студия, которая будет постоянно работать там, которая каждый вечер будет выдавать новый продукт. То есть до мероприятия самого, которое планируется, все будут собираться напротив красивой сцены, которую вот сейчас на экране вы видите в форме восьмиконечной звезды, и там на больших экранах будет транслироваться телевизионная передача, безусловно, в первую очередь для внутреннего потребления, для всех участников форума, и сразу же будет заливаться в социальные сети. Из нового и интересного, это, безусловно, сейчас я почувствую то, что Анна как программный директор захочет уже сама включиться, я жду того момента, когда она начнет меня перебивать по-хорошему, для того, чтобы перехватить эту инициативу, но, тем не менее, я скажу сам, попытаюсь успеть много интересного по образовательной программы, в частности, гости, которые приезжают, а их у нас очень много. Это всем нам известные публичные личности, деятели культуры, науки, искусств, которые всегда вместе с нами на форуме, но теперь они приезжают не для того, чтобы просто встретиться с ребятами, а они приезжают с публичными лекциями. Это и Роман Александрович Шихудинов, это и Рахстрий Михайлович Бурганович Бурганов, безусловно. Мы сегодня общались с Ангелем Ильиновичем Фатахом, он тоже сказал большой интерес и желание принять участие. Мы пригласили Риму Атласовну Ратникову, Розис Магилович Валиева, то есть много очень людей, которые приедут. Это Ренат Харис, то есть это публичные лекции. Что касается вечерних мероприятий, у нас традиционно пройдет и турнир «По что, где, когда», который всех радует. В том году у нас посетил Александр Абрамович Друсь, в этом году также мы не обходимся без гостей, и нас посетит также магистр игры, всем известна его фамилия, это Максим Поташов. И дальше, наверное, уже будет иметь смысл передать слово Анне, для того, чтобы она более подробно рассказала о том, какие у нас ждут мастер-классы, какие гости из других городов России приезжают, для того, чтобы предоставить возможность всем детям, участникам форума «Салят», а это самое главное, получить те знания, которые они не могут получить в школе. И здесь мы вместе с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством по делам молодежи и спорта и туризму Республики Татарстан именно попытались собрать лучшие кадры из России, с Академии наук Республики Татарстан, лучшие кадры со всей России, которые на сегодняшний день являются флагманами неформального обучения, представителей тренерского пула Европы и так далее. Аня, если позволишь, я все-таки, важно очень сказать, здесь также в зале сидит Мистан, читая, это руководитель школы Первая лига. Отличительной особенностью этого года является то, что форум «Салят» в этом году, он раскрывает свои границы. Он становится не только для участников лагерей «Салят», а, как уже было сказано ранее Рустам Маратовичем, огромное количество гостей, которые приезжают не просто на полдня или на день, они приезжают полностью включиться в нашу программу «Национальная культурная автономия татар», «Гости из-за рубежа». И также вот в этом году практически на все дни форума приезжает молодежно-общественная организация, крупнейшая молодежно-общественная организация Лига студентов Республики Татарстан, которую я возглавляю, и мне здесь вдвойне. То есть приятно, что фактически форум «Салят», который второй год проходит, фестиваль «Салят», который проходит 17 раз, он действительно открывает свои рамки, свои горизонты для всех желающих молодежников, которые разделяют вот эти вот важные очень тезисы успешного человека, как человека, который нравственный, как человека, который профессионал своей деятельности. Вот и с насыщенной очень программой Лигы студентов, где главное будет образовательное составляющее, связанное с выборной тематикой, с формированием гражданской позиции, она будет, безусловно, реализована. Спасибо большое, добрый день. Остановлюсь на нескольких моментах, о многом сказал уже Тимур. Для нас принципиально важно было выстроить именно систему, и мы здесь на форуме, ну, по большому счету, ставим небольшие эксперименты в каких-то отдельных мелочах. Эксперименты педагогического характера связаны именно с формированием мотивации на самообразование у молодых ребят, на достижение успеха, на умение поставить цели и достигать их. Это такое личное развитие, которое является для нас принципиально важным в этом году, как основной тезис. И делается это через все возможные формы, которые можно было задействовать. Это и разные виды, разные формы образовательных мероприятий. Тимур сказал про публичные лекции, которые носят такой достаточно классический характер, но при этом мы настраиваем на интерактив и на вопросные сессии, чтобы все-таки случился диалог, а не просто рассказ на какую-либо тему. Второй момент — это воркшоп, это непосредственно прикладные образовательные сессии, к которым мы привлекаем внешних специалистов, людей, которые... Некоторые приедут впервые и в Татарстан, и в Казань для того, чтобы поделиться своими новыми технологиями. Это и Сергей Владимирович Титерский. Нам очень повезло, что в этом году он нашел время, чтобы хотя бы на два дня приехать. Он является руководителем одной из крупнейших детских и молодежных объединений России. Это ДимСи, профессор, который вот уже четыре года внедряет у нас в стране разные инновационные программы, в том числе и форсайт-технологии, которые касаются и умения построить, и видеть будущее, ставить цели. Как раз-таки это детская и подростковая педагогика на данный момент. Приедет один из старейших тренеров, Сергей Дмитрий Сергеев, который на протяжении уже, мне кажется, 30 лет занимается молодежным движением в разных сферах. Он будет работать и в проектной технологии, и будет вести публичную лекцию, касающуюся философии позитивного поколения. Много приедет специалистов именно неформального обучения. Это и тренеры Совета Европы, ребят, которые занимаются совсем другим немножко форматом. Форматом обучения через дело, через общение, когда, как и говорили предыдущие мои коллеги, важен ресурс каждого человека. Когда немножко размывается ситуация педагога в классическом понимании, и есть вот такое живое сотворчество, обсуждение, выявление каких-то, может быть, новых теорий, закономерностей. И нам хотелось бы, чтобы у ребят было именно ощущение на равных, друг с другом, независимо от того, что есть специалисты. И есть, да, действительно, третий формат – это мастер-классы самих участников, когда ребята, ну, становятся на позицию, я не просто приехал и походил на мастер-классы, но я еще и сам проводил, я поделился своими знаниями. И это открытая площадка и для вожатых, и для ребят, которые работают в оргкомитете, и для самих участников. Все это выстроено в систему, в систему, которая экспериментально, ни на одном форуме такого еще не было, у меня есть опыт участия практически во всех федеральных форумах. Мы вводим билетную систему попадания на мастер-класс, и, соответственно, таким образом мы расширяем возможности ребят. Не просто возможности, а именно формирование интереса. Я хочу пойти туда, куда мне интересно. Меня никто не принуждает, я точно знаю, что мне нужно пройти сегодня весь день, быть на проектной мастерской. Дайте мне, пожалуйста, билет. И это через работу вожатых выстраивание именно такой мотивационной работы. Это не в смысле билета, там какое-то поощрение или еще чего-то, а как раз-таки вот мотивация. Хорошо, тебе нужно туда. Зачем? Ну, потому что я занимаюсь проектами. Хорошо, не вопрос, вот твой билет. Посмотрим, как это пойдет, но это дает возможность нам вот эти 5000 человек, которые будут одновременно находиться и около 3000, которые будут находиться в разный период времени, создавать все-таки вот эту вариативность. Кто-то занимается культурными направлениями, кто-то идет на спорт, у кого-то идет в этот момент образование, у кого-то есть внутренние корпоративные мероприятия у себя в отряде, кто-то поехал на экскурсию. И таким образом мы через эту систему хотим минимизировать ситуацию незадействованных ребят. И очень четко понимать, что у ребят есть большой спектр возможностей, и они в течение дня могут себе прожить немножко, наверное, другую жизнь, отличную от обычной, когда проснулся, школа, там какие-то занятия. А здесь масса встреч, масса знакомств и знаний, которые появляются. И еще один момент, на котором бы хотелось остановиться, это то, что тоже сейчас идет как такая проба, но мы надеемся, что она выстроится в очень четкую хорошую систему круглогодичной работы. В этом году каждый участник, приезжая на форум, получает личную карту успеха. Это такое своеобразное портфолио, в котором отмечает он мастер-классы, на которых он побывал и получает автограф, но в которой есть графа, связанная с анализами и выводами после каждого образовательного мероприятия. Плюс целеполагание. Чего я хочу? Я иду на мастер-класс, и вот это момент ожиданий, а что же я жду? Потому что в самообразовании очень важно правильно поставить цель. И потом проверка, достиг я этого или нет. Посмотрим, как получится. Есть практика применения таких карт на других проектах здесь, в Татарстане. Не в чистом виде, но подобные. На кадровом резерве, например, мы делали такую зачетную книжку. В этом случае это больше инструмент для самообразования. Поэтому мы приглашаем вас на форум, приглашаем как участников мастер-классов и всевозможных воркшопов. Я более чем уверена, что вам тоже будет интересно. Но если вы захотите сами что-нибудь провести, то, знаете, всегда есть площадки мастер-классов. Спасибо. И до того, как, наверное, мы перейдем к формату вопрос-ответ, хочется действительно выразить слова благодарности от всего оргкомитета, всем присутствующим СМИ, тем, которые также не сумели посетить, поскольку для нас действительно очень важен вопрос информационного освещения. И нам важно, чтобы вот этот форум, информация об этом форуме, она была максимально адресна и широко в то же время слышна на территории всей Республики Татарстан. Поскольку одна из важнейших задач для нас это вот ту активность, которую сейчас мы закрутили, если можно так выразиться, тот маховик, которому дан импульс, дан старт, чтобы он действительно уже круглый год в доме Салят, Салят Юртунда, президент Безгия Булягит Кэн Юртунда активно развивался. Потому что фактически в центре города Казани, в центре столицы, которая совсем недавно принимала просто масштабнейшие игры и огромный молодежный форум под названием Универсиада, вот он ежедневно, так же, как на форуме Салят, так же продолжала жить. И фактически мы убеждены, что сейчас в состав форум-комитета это порядка 250 человек, которые живут форумом, и это тысячи детей, которые в ожидании форума, и это в соцсетях, в Твиттере видно. Эта активность, она, безусловно, мы уверены, при вашей, в том числе, надеемся, поддержке, будет реализована круглогодично. Спасибо. Итак, перейдем к сессии вопросов. Небольшая просьба. Перед тем, как задать вопрос, представьте, пожалуйста, с какого СМИ и включайте микрофон. Спасибо. Газета «Бизнес онлайн» Дмитрий Катаргин. Подскажите, пожалуйста, немножко по объему финансирования всех этих мероприятий. Потому что я так понимаю, что если в республику приедут гости, то мы их как-то приглашаем, или они оплачивают свое пребывание. Спасибо. Я могу прокомментировать. Все те гости, которые приезжают на форум, они все добираются за свой счет. То, что мы, со своей стороны, организуем для них, это активность уже непосредственно на площадках. Финансы в основном... оу... По цифрам как-то можно определить? В этом году у нас будет 5000 участников. А сколько было в прошлом году? 3500. А почему вот именно 5000? Почему? Продолжение следует... 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 Оргкомитет, каждое направление, потому что достаточно большой форум, и вы понимаете, что должна быть система его организации, выстроена достаточно четко. Если ты позволишь, я прошу прощения, что перебиваю, просто не могу не сказать пока, и журналисты здесь, потому что кто-то уже торопится, есть, понятно, мероприятия следующие, но нельзя не сказать, а мы это немножко упустили. Аня сказала о триединстве, то есть не просто в подходах триединства, но еще и в участниках. У нас будет старшее поколение, поколение преподавателей, так называемых аксакалов. Будут молодежники, к которым мы себя тоже причисляем, те люди, которые и организуют форум, и сами участвуют, и обучаются. И будут дети. В этом году в Соляте на форуме появляется детский сад или Баля-каща площадка, как мы ее называем. И там у всех тех выпускников сообщества Солят, если можно так выражаться, выпускники, наверное, неправильно называть, те люди, которые в сообществе Солят, начиная с 1994-1998 года, это уже молодые люди, возраст которых приближается к 30-ти, у них свои семьи, у них дети 5-6-летние. И вот у нас запланировано около 30 детей, которые будут там, 15-16-го, для них своя программа, они тоже будут участвовать в специальных образовательных сессиях именно для них. Некоторые фишки, секреты надо ставить, по-моему, а иначе не поедут даже. Я тоже вот считал, думал, кое-что сказать, мне не скажу. У меня еще есть в запасе фишки, но лучше там пусть увидят. Информационное агентство «Татаринформ» Незамутинова. У меня такой вопрос, каковы условия проживания участников, не только условия проживания, бытовые условия, скажем так, заострить хочу внимание на это. И мета обслуживания, и, естественно, вопросы безопасности, как будут решаться, потому что 5 тысяч человек, тем более совсем маленьких, собираете. Так что, пожалуйста. Ну, во-первых, совсем маленькие, конечно, мы собираем с родителями, если вот так вот посмотреть, то есть мы не отрываем их от родителей, а так, да, мы очень понимаем, что вообще это самое, вот то, что вы задали вопрос, это топ, это безопасность, это здоровье, медицина и питание, и условия пребывания там. Если, раз, Тимур, ты хотел сказать, скажи, ну, так коротко. На самом деле, на это мы обращались с самого начала внимания, самое главное, и в этом нам помогает очень сильно, вот надо сказать спасибо, уже вот 17-й год с нами вместе, вообще на себя очень много берут в этом плане, это Алексеевская команда, команда администрации Алексеевского района. Там Казанков Владимир Константинович, до этого был Демидов Алексей Иванович, он тоже приедет, он сейчас представитель счетной палаты. Это номер один, и они за этим следят. Это и, конечно, бытовые условия, это и готовка, и пища, и у нас там будет, МЧС будет разворачивать свой модуль, как всегда. Вопросы, конечно, будут, и они всегда бывают, но они разрешаются прямо там, потому что мы к этому готовы. Абсолютно прекрасно решен вопрос с водой. У нас вода, у нас прямо в бутылочках, все получают в бутылочках, неограничены практически, все имеют, могут пить в бутылях, будут, вода такая для питья, только такая, набутылированная, да, в упаковках. Техническая вода практически называют техническая, она тоже будет практически питьевая, на самом деле, то есть то, что для мывальников и так далее. И с туалетами, и с местами для заготовки пищи, мы ведь уже имеем опыт. Если совсем конкретно, то проживание в палатках, палатки трех-четырех-пятиместного проживания, питание, как это традиционно было всегда, лагерей, солят, которые приезжают на форум, они разворачивают полевую кухню. Для гостей, официальных гостей предусмотрено питание на территории Святого Ключа. Что касается быта, у нас на территории Святого Ключа будут санузлы, которые всегда работают и в дни форума будут усиленно также, безусловно, функционировать. Будут биотуалеты, которые будут размещаться на территории палаточного городка, причем в этом году. Надо этот акцент сделать, это палаточный лагерь, поэтому мы там будем с 18, а не две недели и три дня. Поэтому, естественно, то, что минимально в этом плане необходимо для палаточного лагеря, все у нас будет. Нет, зачем, там все будет. То есть биотуалеты, которые размещены в трех зонах специально, чтобы удобно было в зоне недосягаемости, не где-то на отдалении, просто удобно. Умывальники с водой, то есть не просто умывальники, которые, как это объяснить, наполняются собственноручно, а нормальная система с подачей воды. У нас в этом году даже душевые кабины, если вдруг на случай экстренной необходимости, также запланированы. То есть поэтому, в принципе, используя именно опыт прошлогодний, который есть, и опыт 17 лет до этого, мы постарались в этом году максимально повысить уровень комфортного для всех участников форума. Итак, если есть еще один последний вопрос. Рамзия Закирова, интертатура. Вот у меня такой вопрос, я тут читаю, что будут и гости из зарубежных стран. Вот как они привлекались, кто они, как узнали про солят, и был ли такой опыт в прошлом году, позапрошлом? И второй вопрос. По медиа-центру, как я поняла, в этом году будет работать медиа-центр. И как он вообще, вот эта работа с журналистами, как будут привлекаться? Спасибо. Если позволите, я прокомментирую тогда оперативно. Руководитель медиа-центра по правую руку от вас как раз сейчас находится. Его зовут Александр Долгов, это директор медиа-центра нашего форума. Очень насыщенная работа по этому направлению. Мы вместе со всей командой, с оргкомитетом прорабатывали вопрос подготовки и освещения форума, как до, так во время и после форума непосредственно сейчас активно ведется работа в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбук у нас страничка, ВКонтакте, то есть во всех основных социальных сетях идет активная подготовка. Сегодня вы увидите, вашему вниманию будет в социальных сетях новый ролик вышел с участием для многих здесь присутствующих знакомыми лицами, которые в неформальном формате, если позволите такую тавтологию, приглашают всех участников принять участие в форуме под музыку. То есть такой флешмоб небольшой мы сорганизовали. В дни форума, как я уже сказал, у нас будет работать медиа-центр, который включает в себя ТВ-студию, где каждый из гостей, которые приходят, он будет давать небольшое интервью в такой телевизионной студии, которая прям разворачивается у нас в одном из шатре, круглый шатер, 10 метров диаметром, вот он в правой стороне, если позволите, я покажу. Вот это как раз медиа-центр, рядом с ним находится радио, и рядом информационный центр, который постоянно действует для любого участника, если у него вдруг возникает вопрос, а что сейчас где происходит, я вдруг не успеваю на какой-то мастер-класс. Он, подходя, соответственно, к информационному шатуру, также может узнать всю информацию. Журналистами, насколько мне известно, сейчас уже сформирован на каждый день пул журналистов, которые уже планируют приехать, но это открытый список, поэтому мы будем рады всем журналистам, безусловно, желающим приехать. Мы для всех запланировали с запасом и подарочную продукцию, чтобы увести не только приятные воспоминания и впечатления, но и частичку с символикой солят. И, в принципе, постарались информационно еще и охватить всю территорию благодаря радио, которое будет работать, которое постоянно будет информировать всех присутствующих о том, что происходит на той или иной площадке, где будет организовано интервью с гостями, с участниками форума. В том году этот форум стал международным, в том году он принял огромное количество стран-участниц, поскольку мы параллельно проводили два крупных мероприятия. Это был первый международный форум «Салят», и второе мероприятие – это была сессия молодежного форума организации исламского сотрудничества, где официально «Салят» стал представлять ОИС, представлять Россию в молодежном форуме организации исламского сотрудничества. В этом году также у нас планируются гости из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы ждем. Также мы надеемся, что посетят наш форум наши гости из Чехии, из Фраги, в частности, наши коллеги из радио Азат-Лэк, а также те люди, которые нам помогают организовывать пражскую школу. Это как раз, возможно, была та самая фишка, о которой Джавзешевке, точнее, хотел говорить, о которой все узнают там, на форуме. Пражская школа – это новая такая фишка, которую вы услышите, которая глобальный такой проект. Затем, почему он международный? Совсем недавно, и как мы их приглашали, гостей? Это те люди, с которыми мы постоянно находимся на связи, во взаимодействии, в частности, австралийские татары, которые совсем недавно были у нас в Республике Татарстан в дни проведения универсиады. Как раз Салят ими занимался вплотную и показывал все красоты преобразившегося города. Из Китая. Из Китая татары. То есть, ну вот, случайных просто гостей не будет. Будут в основном все те, с кем мы в течение года поддерживаем связи дистанционно, возможность встретиться и... А вот эти гости, они студенты или как, или более уже студенты? В основном это молодежь. Спасибо всем участникам. На этом мы завершим нашу парт-конференцию. Спасибо. До свидания. Спасибо всем.